Он любит макароны по-флотски и кататься на роликах с младшим братом. Нападающий хоккейного клуба «Локомотив» Дмитрий Мальцев сегодня делится секретами небывалой физической силы, планами на будущее за приготовлением самых настоящих белорусских граников. А вот как совместить зарядку с кулинарией, это мы увидим прямо сейчас. Всем самое доброе утро! Сегодня у меня в гостях Дмитрий Мальцев. Дима, что будем готовить? Будем готовить драники по-белорусски. Что нам для этого понадобится? Понадобится картошка, овощи, ну так по мелочам разберемся сейчас. Дим, как часто приходится готовить? Очень часто. Живу один, потому что... Что готовишь? В основном простые блюда, там что-то вот, драники там, допустим, макароны по-флотски, что-то вот. Ну и таких из простых блюд. Рецепты мамы подсказывают? Да, рецепты мамы, там папа может подсказать, бабушка, дедушка, по-разному. Дим, сейчас весна, скоро лето, нужно, чтобы фигура была в выделяемом состоянии. Может, подскажешь какие-нибудь движения, какую-то зарядку? Я думаю, ничего не подскажу. Обычная утренняя гимнастика, обычная ОФП. Покажи. Приседания. Давай вместе, давай. Вместе? Да. И раз, два, три, четыре с хлопочком. Раз, два, три, четыре. Отлично. Можно что-то дальше из прожжения на ноги. Дим, а если вот вернуть время, ты бы хотел стать хоккеистом или бы выбрал какую-то другую профессию? Ну, время уже не повернуть назад. Каким есть, какой буду, неизвестно. Но все равно, какая жизнь идет, ну, как продолжается. Мне это нравится. Просто от жизни брать все. И главное, идти с позитивом. И все будет хорошо. Я знаю, у тебя есть младший брат. Подскажи, он идет по твоим стопам? И хотел бы ты. Ну, по стопам не знаю, как пойдет. Это, я думаю, он сам скажет. А вчера мы ходили с ним кататься на арену, массово катали. Ну, это первые пробные шаги были. Коньки взяли ему там небольшую защиту. Так покатались. Ему понравилось. А ты вообще часто проводишь время со своим братом? Ну, да, стараюсь уделить ему максимум времени, потому что в сезоне не так уж его много. А как проводишь время с братом? Ну, в основном погулять, на роликах покататься, на, допустим, там, на хоккейный матч можно сходить. А тебе самому не хотелось бы, потому что у тебя был сын в ближайшее время или дочь? Ну, как бы это можно расценивать, вот то, что есть брат. Это уже небольшой опыт, который я перенял, можно так сказать. Ну, как бы хотелось, но я думаю, в ближайшее время все будет. В ближайшем будущем. А жить где ты планируешь в будущем? Ярославль или какой-то другой город? Ну, знаете, сейчас трудно загадывать, как бы. Ярославль хороший город, если сравнивать с другими городами. Пока еще неизвестно. Пока здесь, Ярославль. А друзей где больше в Ярославле или в других городах? Ну, как бы, мир друзей в основном это хоккейные друзья. Есть у меня 2-3 друга вне хоккея. Ну, а такого хоккейные друзья в основном. Ну, друзья, хоккеисты, вы сталкиваетесь на льду? Ты нападающий? Вообще, как тяжело бортовать своего товарища, друга, коллегу? Ну, на льду нет друзей. Только вне льда. Как бы, это без профессии, тут ничего такого нету. Это приходится делать нормально. После хоккея можно уже пойти улыбаться, целоваться там и так далее. Дим, расскажи, как отдыхаешь в свободное время? Где тебя можно встретить? Ну, в основном за городом нахожусь. Ну, бывает с друзьями встретиться, где-нибудь посидеть, хоккей посмотреть, что-нибудь еще. Дим, чем тебе запомнился сезон, который прошел, уже закончился? Ну, хороший сезон, если оценивать с моей точки зрения. Получил хороший опыт, играю на Кузенском металлурге. Хорошая команда, как бы, давала шанс показать себя. Я думаю, он все равно может занести плюс из этого сезона к себе. Ну, я думаю, следующий сезон, и все хорошо, еще будет лучше. Нам всегда нацаривайся на максимальный результат. Будем надеяться и болеть за вас. Драники наши готовы. Присуем к оформлению нашего блога. Как тебе ярославские болельщики? В России, в континентальных хоккейной лиги ценились. И раньше они кричали, очень поддерживали команду. Я считаю, что они понимают хоккей и, как бы, требуют от команды максимального результата. Мелочи здесь не проходят им. Наше блюдо готово. И в преддверии 9 мая хотелось бы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с столь великим праздником. Пожелать вам здоровья, терпения. А самое главное, чтобы наше молодое поколение никогда не забывало этот подвиг и ценило и уважало наших победителей. Смотрите самое доброе утро. На Первом Ярославском. С вами были Дмитрий Мальцев. И Елена Смутновна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова